Проверки газового оборудования продолжаются. С 1 января представители профильных служб проводят техническое обслуживание оборудования по новому графику с 8 утра до 8 вечера со вторника по субботу. Неисправные котлы, колонки и плиты отключают. По-прежнему не все жители региона открывают двери. В таком случае приходится прибегать к жестким мерам. Чтобы обеспечить доступ в квартиры, где по имеющейся информации эксплуатируется неисправное оборудование или проведена самовольная его установка или замена. Иногда приходится отключать газовые стояки. То есть эта практика продолжается. Только после этого с помощью управляющих компаний или самих жильцов там соседей нам удается попасть в данные квартиры. И по опыту в течение где-то суток-двух вопрос решается. Сейчас газовщики составляют график повторных проверок тех жилых помещений, где доступ в квартиры так и не был обеспечен. Кроме того, на февральских квитанциях по оплате за газ появится информация о правилах безопасного использования голубого топлива. Проводятся внеплановые проверки квартир, где уже отключили старое оборудование, а собственники так и не обратились с заявлением об установке нового. Тревожит газовщиков и тот факт, что сразу от нескольких управляющих компаний города Иваново поступила информация о расторжении договоров на техническое обслуживание внутридумового газового оборудования. Это у нас вызвало определенные опасения. Мы сейчас готовим обращение в контролирующие органы и просим взять на контроль администрацию города. Сведений, с кем будут работать эти управляющие организации, нет. А вместе с тем введении этих компаний находится 26% жилого фонда всего областного центра. Отсюда много вопросов, на которые пока нет ответов. Те организации, с которыми планируют заключить эти договора, они в состоянии взять на себя такой объем и обеспечить проверки. Если да, то хорошо. Рыночная конкуренция, о чем ряд субъектов этого рынка и заявлял, мы не можем этому препятствовать, не будем. А если это просто уход от ответственности и нежелание заниматься этой работой, то нужно им внушить это, что так делать нельзя. А кто не понимает, для этого у нас есть жилая инспекция, которая готова проверки провести. По-прежнему правительству региона не решен вопрос об оказании социальной поддержки жителям, у которых отключили газовое оборудование, начиная с 7 ноября 2016 года. Порядок возмещения затрат гражданам еще обсуждается. Скорее всего, адресная социальная помощь будет предоставляться по письменному заявлению гражданина, но только после того, как законопроект будет согласован, а в бюджете области внесут соответствующие изменения. Продолжение следует...